В истории русской армии было три по-настоящему больших и по-настоящему славных походов на Запад, когда нашего русского солдата Европа встречала как освободителя. В 1945-м мы выгоняли со своей земли немцев во главе с Гитлером и победили его. В 1812-м гнали французов во главе с Наполеоном, победили и его. Но был еще один поход 1799 года вместе с Суворовым. И вот тут многие из нас вообще толком не знают, куда ходили, кого освободили, и вообще, зачем пошли за тридевять земель. И вот мы снова в швейцарских Альпах идем дорогой Суворова. Конечно, я тоже мог бы взять с собой лыжи, как сделал это наш оператор, но нет, по условиям эксперимента я должен пережить все то, что пережили в этих местах солдаты Суворовской армии, которые шли тут пешком, утопая по колено в снегу. Более того, к этому времени не только у солдат, даже у офицеров стандартная армейская обувь уже давно испортилась, и люди шли вот в таких, сейчас сказали бы лаптях или макосинах, а тогда говорили в поршнях. И вот теперь в этих поршнях пойдем дальше, в горы, на перевал Паникс, на то самое место, которое изобразил на своей картине Суриков. В первой эпизоде, в этом фильме, мы говорим, что Россия не нужна для этого, но император от Австрии asked for help. Он не мог бы снять с революционной Францией и Наполея, даже после уничтожения с Европейской армии. В Европее считалось, что только Суворов был способен с Россией с Россией. Он liberated Italy в четыре месяца, когда Австрия и Европейской армии не смогли сделать это с годами. В Панике, в Казахстане, в Казахстане, Все это с вентиляем. Субтитры делал DimaTorzok 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 And personally led the soldiers in the attack That is at the end of the film But the heroic Alpine crossover is yet to come Look at the map Here is the Devil's Bridge And that is where Suvorov's army descended from the mountains This is more than 60 miles of walking But we can't leave this object unnoticed How many more military ruses did Suvorov use here? Well, first of all, they took over the bridge using a turning movement This is the question of the manoeuvres It was way worse for those who went into a head-on attack They had to win a battle in the tunnel before the Devil's Bridge Here is what one participant in the march Grenadier Nikolai Kryazev wrote in his diary He is played by Alexander Mezliken Today they've broadened the tunnel Laid a highway The old one was way too narrow A loaded horse could barely pass through Unlike us, the soldiers of Suvorov's army Had not just to stick to the rocks but to shoot and pull the autocannons Today we brought all our weapons in a car But back then they had to pull the artillery themselves And engage in combat right on the bridge after leaving the tunnel Итак, в этой ситуации я буду на стороне французов Поэтому мы разворачиваем пушку Александр Васильевич уходит к русским войскам Так вот, битва на чертовом мосту Это была драка лоб в лоб С применением артиллерии Обычного огнестрельного оружия Штыковой атаки Стоп! В этом месте я прошу русские войска остановиться Объясним почему В тот момент, когда французы поняли, что не в состоянии сдержать атаку Что они сделали? Французы начали разрушать мост Чтобы сам мост и дорога по мосту стали непроходимыми А что делали русские офицеры? Русские офицеры с помощью бревена и шарфа смогли починить мост Стоп! This scene of the bridge repairs in the blizzard of enemy bullets and projectiles Is accurately depicted in the movie Suvorov To build a passage, the field marshal suggested dismantling a nearby shed Note an important thing here Instead of regular soldiers The commander sends the officers to build the bridge on the front though this meant certain death. Due to this thread, the thread becomes extremely strong. That's why we can tie the stones, which were literally thrown from one side of the road to the other and used these stones. Switzerland is a country that maintains military neutrality. They do not encourage installation of military monuments here, but the monument on the Devil's Bridge is an exception. This is the biggest monument in Switzerland. It was opened in 1899, to the 100th century of the famous trek. The place under the monument was given the city and not just given the gift of your country. Those who don't know, these 5,328 square feet of Swiss mountains are du jour Russian land. So Russia is larger than we think. We have lands even in the Alps. All thanks to Savorov. This place in Italy is called Swiss Miniature. Switzerland is in miniature. There, on a large part of the earth, all that could be called brand of this country. The famous cities – Bern, Thürich, Basel, – 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 Продолжение следует... 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 Наконец, нашли способ уменьшить ужас темноты, препятствовавший решиться на один шаг вперед, который бы мог быть последним. И сей способ состоял в небольшом восковом агарочке. Мы свернули из бумаги рот фонаря, утвердили в середине оного агарочек, дабы защитить его от ветра, высекли огня, зажгли и пошли вперед по тропинке, освещаемой слабым светом. Стоит, как и все. Вы думаете, в самом деле, можно с таким фонариком, ночью по лесу ходить? Да, конечно, можно. Главное, защитить его от ветра немножко. Света полная достатчность. Главное, чтобы глаза привыкли к темноте, и видно становится довольно далеко. Мы уже познакомились к этому человеку, Григорий Соколов, эксперт в survival, possessing 18th-century технологии. Как люди добывали огонь в то время? В то время усекали огонь при помощи кремния и кресала. То есть мы бьем кремнем и кремень? Не совсем так. Или, что-то неправильно, вы страдаете метал с жесткой стороны флит. Высечь искру. Это одно дело. Ну и еще от этой искры воспламенить пламя. Для этого нам нужен труд. Трутом является не солома и там где-то ветки, а трутом является тот материал, который может начать шарить. Что делать? Шарить, тлеть. Выглядит приблизительно вот так. Это что это такое? Это? Сожженный матрас? Ну, можно и так сказать. Вообще, лен, не знаю, мешок какой-нибудь суконный, допустим, тряпка. Это как будто бы смокерами берут ладу в их ракетах сегодня. Стоит тогда, это было бы коммено взять такие, как бы в таких шарах в бакахах. Просто взять и ударить кремнем по кресалу, так, чтобы вы действительно полетели вниз. Обратите внимание. Субтитры делал DimaTorzok ...молодого белого или зеленого швейцарского сыра по фунту в сутки на человека, который нашим русским совсем был не по вкусу, и многие из гренадер его не ели, совсем тем, во все времена нашего пребывания в Швейцарии, сыр составлял единственную пищу. Субтитры делал DimaTorzok Cheese in Switzerland is not just cheese. It's a symbol and a national pride. Today they make about 450 kinds of cheese here. But we conducted a small investigation in Switzerland to find the very cheese that they fed to Suvorov back then. Этот сыр с плесенью в России когда-то называли сыром от уставших коров, и солдаты Суворовской армии были возмущены от того, что их каждый день кормят вот такой плесенью. И это сейчас мы понимаем, что плесневелый сыр – невероятное лакомство, которое ценит гурмами со всего мира. И, между прочим, именно предки Ливио Ломбарди угощали солдат Суворовской армии вот таким сыром. Попробуем? То есть Суворовских солдат угощали именно этим сыром? Да, такая же сцена, как и сейчас, только между Суворовым и моими предками была 200 лет назад. Мои предки были уже здесь, когда здесь проходил генерал Суворов. Лиза, а можно здесь плесневелую корочку? Или только серединку? Можно. Сейчас, конечно, это не едят, но наши предки ели. Можно попробовать? Суворовских солдат Ну вот, одно из тех самых мест, которые можно назвать западной на перевале Паникс. Таких каньонов здесь несколько в них. Если вошел сверху, то туда-назад наверх вернуться уже невозможно. Остается только один путь вниз. Вот мы спускаемся здесь, имея страховку на веревке. Понятно, что никаких веревок у солдат Суворовской армии не было и в помине. Они здесь скатывались, ну, что называется, на пятой точке. И вот так из одной лужи в другой. Поэтому каньоны безо всяких веревок. Если они сейчас покажут туда, вот там дальше еще одна такая раковина. Если ты не знаешь дорогу в этом месте, выжить практически невозможно. Именно поэтому Грязев пишет, что если люди сваливались вот сюда, то их уже никто даже не пытался доставать. Продолжение следует... А теперь загадка. Как вы думаете, что это за человек был в Суворовской команде, про которого мы знаем, что его старший брат правил России, его младший брат правил России, и папа правил, а сам он отказался? Правильный ответ – великий князь Константин. Великий князь Константин – это сын императора Павла. Я думаю, у Суворова были с ним проблемы. Брать на фронт родного сына императора – это большой риск, ведь его надо охранять. Суворов отлично понимал, если бы Константина взяли в плен, то Россия пошла бы на любые условия, и все – война была бы проиграна. Однако, давайте вернемся к нашему ручку. На 14-й день марта, у нас высокопередливая делегация из России, который был сын из страны, командиром армии, сегодня Суворов был называемый Министер на Суворова, и целый генералов были посетены в Мутатл-Валле. Это был единственный главный день цивилизации в этом районе. Все-таки удивительно, как швейцарцы умудряются сохранять свою старину. Этому дому 400 лет. То есть, в тот момент, когда Суворов останавливался здесь, ему уже было 200 лет. И легко представить его чувства. Уже немолодой человек, 68 лет, по меркам 18 века, практически старик. Прошел с армией пол-Европы, перешел через горы, для того, чтобы потом, в конце концов, выяснилось, что те, кому он собирался помочь, разбиты. Так что идти на помощь больше некуда и незачем. Все эти мысли он и переживал здесь, в монастыре святого Иосифа. Именно здесь, в монастыре святого Иосифа, и состоялся один из самых драматичных военных советов в русской военной истории. Это здесь Суворов окончательно понял, что его армия окружена. А вторая армия, армия римского Корсакова, который он шел на подмогу, эта армия полностью разбита. Что делать? Суворов собирает совет. О том, что было дальше, мы знаем из записей Багратиона. Багратион пишет. Он первым вошел в Ставку. Суворов в этот момент в комнате был один, одет в мундир при орденах. Генералисимус ходил по комнате и все время разговаривал сам с собой. О чем? Понятно, о чем? О поражении под Сурихом. Багратион notes that they didn't invite any Austrians to the council. Суворов would give a brilliant speech in front of his fellow Russians. Later, the participants of the Alpine campaign would pass this speech on by word of mouth. Теперь мы среди гор окружены неприятелем превосходным в силах. Что предпринять нам? Идти назад постыдно. Никогда еще не отступал я. Идти вперед к Швиццу невозможно. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать нет кого. Мы на краю гибели. Одна остается надежда. На Бога, да на храбрость и самоотвержение моих войск. Мы русские. Да, мы русские. Мы все отдали. Систер Матака, the former Mother Superior, explains that the events of those days are recorded in the protocol. Эта книга так и называется, «Протокол». Мы начали ее вести еще в 1705 году. Здесь описано все события, начиная с момента основания монастыря. Here is the paragraph in the protocol dedicated to Сиворов and his military council. В этой книге описано все очень подробно. Тут сказано, что армия, а точнее офицеры, вошли в монастырь. И у них было свободное время. Вечером они поели и пошли наверх спать. Сиворов. They had other things to worry about besides sleeping. The main question was, where to go now? The choice was like a crossroads. They couldn't go north, the French were there. Same thing going west. Southbound meant retreating, and Сиворов never did that. Only one way remained. To the northeast, towards Panic's Pass. But first, they had to deal with their injured. There were more and more of them. And they weren't able to cross those really rugged mountains without them. That our тяжко раненые остаются и поручаются по человечеству покровительству французского правительства. Удивительная вещь. Суворов планирует атаку на французов, и в то же самое время наших раненых планирует оставить на их попечение, то есть на попечение врагов. Здесь, в монастыре Муататали. Но, что совсем странно, русские и французы найдут в монастыре общий язык. Не сказать, что подружатся, но, по крайней мере, никаких серьезных конфликтов не будет. Эта картина показывает прекрасную человеческую сцену посреди войны. Мы видим, на органе играет русский офицер. Помещение находится под контролем русских. И это ясно. Сейчас русские имеют преимущество. И вот здесь не очень довольны и французские офицеры. Но музыка всех объединяет. Подождите, я не понимаю, как такое может быть. Это же французы. Это рядом русские. Это союзники русских австрийцев. И что, все они сидят вместе? Они же должны друг друга убивать. Война идет, крик. Они кленные, у них нет оружия. Русские офицеры за ними наблюдают. Здесь также присутствуют сестры. Русские французы. Русские французы. Который приобрел едва ли не самую дорогую в истории человечества картошку. Сам великий князь Константин, пришедший с авангардом Мутенталь, купил для онова две гряды картофеля, заплатя за них хозяину 40 червонцев. 40 червонцев is 137 грамм of pure gold. $4,000. Ну, это понятно. Старвейшн was breaking out, so any кром was as valuable as gold. Наши сухари, навьюченные с мешками на казачьих лошадей, все без изъятия пропали. Первое, потому что большая их часть состояла из белых и пресных, которые от ненастной погоды размокли и сгнили. И, наконец, потому что лошади, растеряв подковы и обломав по каменным горам свои копыта, разбивались, падали и умирали от бескормицы. Вообще странно само по себе, почему возникли проблемы с сухими сухарями, потому что к тому времени у нас в армии уже давно были отработаны технологии, как возить мушь, если не сухари, то, по крайней мере, муку. Давайте покажем. Берем мешок муки и погружаем его в воду. Что происходит? Если взять и просто вести с собой сухую муку в мешке, то влажный воздух очень глубоко впитывается вглубь муки. Если взять и замочить мешок, просто взять и замочить, что происходит? Значит, внешний слой муки прилипает к верхнему частью мешка и становится как быкорочка, которая дальше влагу уже не пропускает. Exactly. To protect a sack of flour from water, you need to dip this sack in water. The thin layer of dough that will appear will act as a barrier from any moisture. Я сейчас вспарю этот мешок, чтобы зрителям показать, что там внутри, несмотря ни на что, у нас абсолютно сухая мука. Meanwhile, it was already the 21st day of the march across Switzerland when the troops approached the foot of the scary Panix Pass. Итак, именно отсюда, от памятника храброму русскому солдату мы и начинаем свой переход Суворова через Альпы. Наши цели – перевал Паникс, тот самый, который изображен на картине Сурикова, и на котором погибали наши солдаты от холода и голода. Собой мы берем две вещи, которых так не хватало армии Суворова на спуске. Это кошки для спуска по замерзшим водопадам и ледорун, если встретиться за снежные исходы. Ну и еще небольшой рюкзак, в котором лежит спальня, палатка, посилка, навигатор, телефон, набор продуктов на два дня. Ну, спасибо, Валтер, и спасибо за все. Камераман и я идем к месту, где русский армия создала историю два года назад. Итак, мы начинаем на высоте 3,900 фит. Тренируйся на 5,250 фит. И на 5,900 фит. Тренируйся на высоте 2,000 метров. Первый снег. Хотя во времена похода Суворова снега здесь было по колено. Конечно, я тоже мог бы взять с собой лыжи, как сделал это наш оператор. Но нет, по условиям эксперимента я должен пережить все то, что пережили в этих местах солдаты Суворовской армии, которые шли тут пешком, утопая по колено в снегу. Более того, к этому времени не только у солдат, даже у офицеров стандартная армейская обувь уже давным-давно испортилась. И люди шли вот в таких, сейчас сказали бы лаптях или мокосинах, а тогда говорили в поршнях. The most amazing thing is that those shoes that look so uncomfortable don't hinder the movement, unlike the snow. So, why were the Russian officers such sorry sights? Let's compare the actual Суворов campaign with the one depicted in Surikov's painting. So, contrary to the artist's imagination, the soldiers were walking in improvised shoes, wearing torn clothes and were soaked through. They had last dried themselves three days before. In addition, they were sleepy and hungry, since the soldiers hadn't had a normal ration for two weeks. However, an artist sees the world in his own way. But we will still dare to remove one inaccuracy from Surikov's painting. We're talking about the appearance of our main hero. In the first episode, we showed you the portraits from his lifetime. Firstly, they clearly differ from each other. Secondly, they have nothing in common with the appearance we got used to since childhood. Moreover, they don't know what Sуворов looked like, even in the Sуворов Museum. That is when we decided to turn to the Anthropology Institute of the Russian Academy of Science. Now, at our special request, one of the leading anthropologists in the country is going to recreate Sуворов's actual appearance. So, we're in St. Petersburg, at the Sуворов Museum. Here is the very artifact that we have already mentioned. How come the scientists still don't know what Sуворов looked like while having the death mask of the great Russian commander for more than 200 years? First of all, no one exactly knows how many days passed between his death and when the doctors started making the mask. It means that tissue deformities were possible. Secondly, this mask was made when Sуворов was old. Moreover, as they would say today, he died after a protracted illness. But we want to see the commander when he looked young and strong. So, we're setting to work together with the Anthropologist. Front, profile, forehead, bizygomatic diameter, distance between the eyebrows. The expert measures dozens of the mask's parameters. I'm writing this all down. Later, in a laboratory in Moscow, they'll meticulously transfer these measurements on paper. We can see how these unemotional numbers are turning into a portrait. Bit by bit, a face starts appearing. And there are important details on the face that cannot be seen on the mask. The eyebrows, for instance. For now, let's get back to our roots. The Russian army climbed into actual high mountains almost without rest for the first time in its history. To recap, the cameraman and I are taking the same road 215 years later. We set up a tent just three hours away from the place where some of Sуворов's soldiers went into eternal sleep. Well, I have to tell you, we were very good here. We have a circus, cheese, bread, mobile connection. But the most important thing was not for Sувorov. This is the temperature of heat. The fact is that there are no trees at this height for a certain extent. And so tourists take the mountain to the mountain. Well, for example, a gas ballon. And then the whole army built one-only forest. Who do you think warmed himself by this one and only fire? That's right, Duke Constantine, the son of the emperor. The sea ballon. Субтитры делал DimaTorzok The highest spot, the saddle of the pass. Двухэтажные нары на 14 персон, матрасы, одеяло, подушки. Дальше идет кухня, на кухне печка, стол, четыре скамьи, набор продуктов. И так уж заведено в этих местах, что если у вас есть излишки провизии, необходимо оставить их, а вдруг кому они и в самом деле спасут жизнь. Так вот, судя по тому, что здесь есть наша русская тушенка, наши туристы проходят эти места. Но ascending the pass is just the beginning of the route. The descent is ahead of us. To recap, Зуфоров's soldiers started falling down while descending from Panix Pass. Теперь понятно, почему так много наших солдат погибло на спуске с Паникса. Выход из этой каменной ловушки вон там, внизу. Но в этом месте крутой обрыв, а тропа делает петлю в четко противоположную сторону. И найти эту спасительную тропу смогли немногие. Ну, во-первых, на улице была ночь, и второе, тропа была засыпана снегом. Вот мы идем сейчас здесь по проторенной тропе, и то, честно говоря, дух захватывает от этих обрывов. А армия Суворова спускалась вниз наугад. Можно представить, как они преодолевали вот такие ответственные скалы. Это без альпинистского-то снаряжения. Как вы думаете, что Гренадир Грязев подошел здесь? Нужно найти путь, он садился на своем бомбе и подошел. Мы уселись рядом на край пропасти, подобрав под себя свои шинели. И покатились, подобно детям с Масленичной горы. Наше опасение состояло в том, чтобы со всем своим стремлением не попасть на камень, который бы мог не только причинить нам вред, но и раздробить на части. Однако, благодарение Вышнему, мы скатились в самую глубину пропасти без всякого повреждения, кроме сильного испуга. Суриков-то снаряжения, как и русский солдат. Которые, кто ходил в горы, знают, что ледорубь нужен не для того, чтобы рубить лед, а в случае падения на следующем склоне, сделать вот такое движение и затормозиться. Потому что если сразу этого не сделать, то дальше остановить падение уже не получится. Так вот, солдаты Суворовской армии в качестве ледоруба использовали штык. Они садились на пятую точку и скатывались вниз, притормаживая штыком. Суриков-то снаряжение, что Суриков-то снаряжение, зависит от Грязев-то снаряжения. Суриков-то снаряжение снаряжения и описание в диаре. Здесь мы встречали нашего неутомимого вождя, бессмертного Сулонова. Он сидел на казачьей лошади, и я слышал сам, как он усиливался вырваться из рук двух шедших по сторонам его дюжих казаков, которые держали его самого и любили его лошадь. Он беспрестанно говорил, пустите меня, пустите, я сам пойду. Но усердные его охранители молча продолжали свое дело, а иногда с хладнокровием отвечали, сиди, и Великий повиновался. Вдруг, что он не был сам, усердность этого старого человека удивительной. Добро пожаловать, Алексей. Сегодня прекрасный день. Генералу Суворову тогда не повезло так, как вам. На Паниксе Суворов воевал не против французов, а против погоды. Примерно 200 человек оставили здесь свою жизнь. Своё оружие они сбросили вниз так, как просто не могли взять его с собой. Это был настоящий лоттерий для многих солдат. Некоторые были счастливы, как Гриазев. Некоторые были снизу до конца, в форме каньоны и водопады, которые мы уже говорили. Ну вот и закончился наш поход. И закончился он точно так же, как и у Суворова. Мы пришли в маленькую деревеньку Пенью-Паникв. 200 лет назад население этой деревни было всего-навсего 70 человек. Но разница между нашим приходом и суворовским состоит в том, что мы пришли с оператором вдвоём, а Суворов в сопровождении 15 тысяч голодных солдат. Эта деревня для них была первой возможностью хоть что-то поесть. И тем не менее, Суворова встретились здесь с распросёртыми объятиями. Вот, например, выделили ему лучший дом на нём и сейчас. Можно увидеть эту табличку с 6 на 7 октября. Здесь останавливался Суворов. There are four such commemorative plaques installed around here. Professor Specha says that it's also a kind of record of General Суворов's activity. Besides the Russian commander, they only honor saints in his village. В этом доме Суворов ночевал у моего предка Антониаса Спеша. Он пришёл как освободитель от французов, поэтому его очень дружелюбно принимали. Антониас Бешер говорил, что после святого Валентина Суворов – патрон нашей церкви. И в его честь звонят колокола. Никогда настолько известная личность не посещала эту деревню. Суворов – патрон нашей церкви. Next, Суворов headed home with his army. There were 20,000 of them at the start. Only 15,000 came home. The Russian army lost 5,100 men in the Alpine campaign. They were killed in action, felled in the mountains, missing in action and wounded. Probably no one thought about this back then, but these 5,000 Russian soldiers in fact lost their lives or their health for the independence of Switzerland. What happened to Nikolai Gryazev later? On his way home to Russia, the 30-year-old grenadier was drinking, smoking, and he got home victorious. He continued his regular career. Suvorov was also going home and surely victorious. The field marshal, the generalissimo, he had it all, loved by the people known as the Liberator. And at the time, here, in Sankt-Petersburg, to Suvorov was prepared for the arrival, worthy of the Roman rulers. The army was supposed to be destroyed by the other side of Sankt-Peters and even further, for the battle of Generalissimus. They were supposed to be greeted by the trumpet war and shouting, «Ура!» before every bell and shooting of a gunfire. «Ура!» Alas, the grand welcome was canceled. Secondly, and most importantly, the Alpine campaign and the long road home undermined Suvorov's health for good. He arrived at the capital already sick. This was five months after the Panics Pass crossover. And just two weeks later, the general died. His last words were, «I chased fame for a long time. All is a dream. The soul rests at the throne of the Almighty». It has been more than two centuries since then. If you come to the Hall of Fame in Alexander-Nievsky Monastery, you will see a long list of posts, ranks, and regalia on all tombstones. And only Suvorov's one has just three words. Here lies Suvorov. Indeed. What else to add to this? What else to add to this? A man who could win victory. A man who could win victory. A man who won't win any war. When I look at this face, I do not believe, that this man could have been in his last few years to achieve the famous переход through Alta. Ну а что касается картины Сурикова, ну да, есть тут исторические ляпы, но ведь настроение, вот что главное, настроение передано верно, и не столько альпийского похода, сколько всей суворовской эпохи, когда солдат и дело свое делает, и настроение у него приподнятое. Это, конечно, звучит странно, но в случае суворовской армией люди на работу шли, как на праздник, и пусть этой работой была война, вот она откуда наука побеждать. Продолжение следует...